Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот простую выполнение, но красивую в итоге, шапочку узором цепочки. Как вы видите, она с отворотиком назад. Это сейчас является очень модным. Благодаря моим дорогим заказчикам, сегодня в свой день рождения, я снова выполняю очередной заказ на шапочку. Наступает холода, поэтому я думаю, что вы с удовольствием захотите связать вместе со мной. Данный размер шапочки у меня на обхват головы 55-56 см. У меня, чтобы вы ориентировались, 54 см. И вот так вот она сидит. Кто любит посвободнее, соответственно, можете вязать на 54 см по данному видео. Если хотите уменьшить, соответственно, уменьшайте на всего лишь один рапорт узора, изначально набранный. Я буду вязать на чулочных спицах данную шапочку. Вы хотите, можете вязать, заменить спицы на круговые, если вам так удобнее. Соответственно, берете лесочку покороче и вяжете по кругу, выполняя полностью, повторяя все мои движения на камере. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте лайкнуть. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И приступаем к вязанию. На данную шапочку у меня ушло порядка 2 трети хмоточка от целого. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать полушерстяную пряжу фирмы Ализелла Нагол 240 м в 100 граммах, 62 цвет. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочку смотрите в описании под этим видео. Также нам понадобятся спицы номер 3,5. У меня это чулочные. Можете заменить на круговые, если вам удобнее вязать на круговых. Также нам понадобится крючок и ножнички. Для начала на 2 спицы нам нужно набрать такое количество петель, чтобы делилось на 4. Поэтому я отступаю сантиметров 60-70 от начала работы и набираю для ненужной окружности головы 96 петель. 96 отлично делится на 4 и плюс 1 петлю я наберу для того, чтобы замкнуть вязание наших кругов. Набираю на 1 спицу 2 начальные петельки для того, чтобы не были крайние петли растянутые. Затем приставляю вторую спицу и набираю остальные петельки. Пока у меня набрано 3-4 и так далее, мне нужно набрать 97. Затем эти петельки я распределю на 4 спицы и буду замыкать вязание в круг. Я визуально распределила общее количество петелек на 4 спицы. И перед тем, как замыкать вязание в круг, обратите внимание, чтобы наборочная косичка у вас не была перекрученная. У нас пока сейчас на 1 петлю больше, но она сократится. Берем в руки спицу первую, на которой набраны начальные петельки, и четвертую, на которой у нас сейчас последние набранные петельки. И смотрим, не перекрученные у нас вот здесь вот краешки, нигде ничего, поэтому будем соединять вязание в круговую. Переносим наборочный хвостик у нас сверху, рабочая ниточка снизу и подтягиваем петельки на край спицы. Переносим первую набранную петельку к последней, то есть с первой спицы на четвертую, вот эту крайнюю петельку. Далее последнюю набранную лишнюю нашу петельку переодеваем на вот эту петлю, которую мы только что перенесли, на первую петельку. И спускаем полностью вот эту последнюю набранную петельку со спицы и первой, и четвертой. Затем подтяните краешек ниточки на себя, рабочую ниточку от себя и возвращаем обратно эту первую набранную петельку. То есть мы на нее сейчас набросили последнюю лишнюю петлю и все у нас по кругу осталось нужное нам количество изначально петелек. Теперь берем еще раз, тянем краешек ниточки на себя, рабочую ниточку от себя. И теперь вот этот краешек ниточки отправляем к рабочей нити и хорошо натягиваем две вот эти вот ниточки. Берем рабочую пятую спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой, идет распределение петелек для вязания резиночки 2х2, поэтому вяжем первые две петли лицевые за обе вот здесь вот ниточки рабочие, далее две петли изнаночные. Вот он рапорт узора резиночки 2х2. Снова две петли лицевые. Я бросаю вот этот коротенький краешек ниточки слегка подтянул и вяжу продолжаю только лишь рабочей нитью, которая ведет к матку. И продолжаю вязать две изнаночные. То есть первые 6 петелек я провязала за две ниточки, за рабочую и за хвостик. Тем самым спрятала хвостик, мне его можно будет в дальнейшем отрезать и больше не прятать, скажем так, после того, как кончу вязание. Связали два рапорта узора и продолжаем дальше до конца ряда вязать две лицевые петли, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Довязав вот эту спицу до конца, мы отметим начало и конец ряда между первой и четвертой спицей маркером. Можете взять булавочку, ниточку контрастного цвета, если же у вас есть цветной маркер для вязания, это отлично. Для удобства я буду заканчивать каждую спицу двумя изнаночными петлями. Вот, следующие петли я буду просто переносить на следующую спицу, то есть вот я закончила, начала спицу двумя лицевыми, закончила двумя изнаночными. Все, дальше перенесла, остальные на следующую спицу лишние петельки. Итак, каждую спицу я буду начинать с лицевых, а заканчивать с изнаночных. Это для удобства вязания, так как я вяжу на челочных спицах. Теперь беру маркер и отмечаю между уже провязанной спицей и еще не провязанной четвертой спицей вот так вот начало-конец ряда. И теперь мне на протяжении всего вязания будет четко видно, где у нас начинается ряд и где заканчивается. Довязав ряд до конца, мы продолжаем вязать уже по рисунку над лицевыми лицевые петли, над изнаночными изнаночные петельки до нужной высоты резиночки. Над лицевыми мы вяжем лицевые за ближайшие стеночки передние, 1, 2, пока начальные петельки вам будет туго вязаться, потому что здесь двойная ниточка, а изнаночные за дальние стеночки, 1, 2, а затем уже эта ниточка будет одинарной. И снова лицевые петельки за ближайшие стеночки, изнаночные за дальние стеночки. Благодаря этому у нас будут не перекрученные красивые петельки ложиться с изнаночной и с лицевой стороны. Вот таким вот образом над лицевыми продолжаем лицевые, над изнаночными и изнаночными петлями вязать до тех пор, пока у нас не будет нужной высоты резиночки, где-то порядка 4 сантиметров. Конечно, здесь все зависит от дела пуса, то есть если вы любите резиночку пошире и можете вязать пошире, благодаря этому она будет долго сохранять свою эластичность и не растягиваться. Я буду вязать невысокую резиночку, поэтому продолжаем дальше вязать над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными. Провязала высоту резиночки в 11 рядочков. У меня как раз получилось 4 сантиметра, не считая эту спицу, на которой петельки. Теперь мы должны будем добавить петельки для того, чтобы вписаться в раппорт узора из 5 петель. У нас сейчас раппорт узора 4 петли, это резиночка 2х2, из них мы должны сделать 5 петель. Мы берем из наших двух лицевых и каждых последующих двух лицевых добавляем петельку. Каким образом? Первую лицевую мы так и вяжем, первую лицевую. Далее берем, поднимаем вот этот промежуток между двумя лицевыми и одеваем его на левую спицу. И сразу же за дальнюю стеночку вяжем лицевую. Она получается перекрещенная и не получаются дырочки. И просто довязываем вторую лицевую. Вот так вот. Мы добавили незаметно, посмотрите, даже для себя вот эту петельку. Теперь вяжем 2 изнаночные над двумя изнаночными, как и прежде. Вот они у нас получились из 4 петель 5. Повторяем. Одна лицевая. Поднимаем промежуток между лицевыми. Одевая на левую спицу, сразу же за дальнюю стеночку провязываем его лицевой. Вот так. И довязываем вторую лицевую. Снова добавили одну петлю и довязываем 2 изнаночные петельки. Вот так делаем до конца ряда. Первую лицевую провязываем, поднимаем промежуточный накид. Перекрещенной лицевой провязываем эту петлю накид. И довязываем вторую лицевую. 2 изнаночные вяжем по рисунку. Сделав до конца ряда прибавления, мы добавили в каждом рапорте узоры резинки 2х2 по одной петельке. Следующий ряд нам нужно провязать просто все петельки по рисунку. То есть это у нас 3 лицевые, 2 изнаночные. 3 лицевые, 2 изнаночные. Лицевые я вяжу за ближайшие стеночки, изнаночные за дальние стеночки. Вот так вот до конца ряда. 3 лицевые, 2 изнаночные. 3 лицевые, 2 изнаночные. Подготовив платформу для основного узора, мы начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Мы находим 3 первые лицевые петельки и переносим непровязанными их на правую спицу. Далее переодеваем вот эту первую петлю на вторую и третью. И скидываем ее полностью с правой спицы. У нас получилось 2 петли. Возвращаем эти 2 петли обратно на левую спицу. И провязываем первую петлю лицевой. Далее делаем накид и вторую петлю вяжем лицевой. И у нас снова получилось 3 петельки. Далее довязываем 2 изнаночные петли за дальние стеночки. Повторяем. Перекидываем все 3 петельки лицевые на правую спицу. Далее 1 петлю переносим на вторую и третью петлю. И возвращаем обратно на левую спицу. Вяжем одну лицевую, делаем накид и довязываем вторую лицевую. Далее вяжем 2 изнаночные за дальние стеночки. Мы связали 2 рапорта узора. Повторяем. Все 3 петли не провязаны и перекидываем на правую спицу. Далее первую петлю переносим на вторую и третью и скидываем полностью с работы. Возвращаем оставленные 2 петли на левую спицу. Вяжем первую лицевую, накид и вторую лицевую. Далее довязываем до конца рапорта 2 изнаночные. 3 лицевые, не провязанные, переносим на правую спицу. Перекидываем на вторую и третью петлю первую. Возвращаем 2 оставшиеся петли на левую спицу. И вяжем 1 лицевая, накид, 2 лицевая и 2 изнаночные. Мы связали с вами 4 рапорта узора. Поэтому повторяем вот таким вот образом до самого конца. Переносим 3 петли на правую спицу. Далее первую петлю на вторую и третью перекидываем, спускаем с работы. Петли 2 возвращаем. Лицевая, накид, 2 лицевая и 2 изнаночные. Вот так вот до конца ряда. Довязали до конца первый ряд узора. Далее вяжем по рисунку 3 ряда. Лицевая над лицевой, над накидом также лицевая и третья также лицевая. То есть 3 лицевые, 2 изнаночные за дальние стеночки. 3 лицевые за передние стеночки вместе с накидом и 2 изнаночные за дальние стеночки. 3 лицевые вместе с накидом у нас по отдельности за ближайшие стеночки. И 2 изнаночные. Вот таким вот образом вяжем все 3 ряда. Этот до конца ряда и еще 2. 3 лицевые, 2 изнаночные. Связав 3 ряда по рисунку, в высоту мы уже связали получается 1 рапорт. Сейчас будем повторять 5 ряд как первый. 3 первые петли лицевые снимаем непровязанными на правую спицу. Перекидываем первую петлю на вторую и третью. И возвращаем 2 оставшиеся петли. Далее вяжем одну из них лицевой. Далее делаем накид и довязываем вторую лицевую. Теперь вяжем 2 изнаночные по рисунку. 2 изнаночные у нас всегда будут между вот этими нашими цепочками. Поэтому продолжаем дальше. Снимаем 3 петли непровязанные. 1 перекидываем на вторую и третью петлю. Возвращаем обратно на левую спицу. 1 лицевая, накид, 2 лицевая. 2 изнаночные задания стеночки. Снова перекидываем непровязанные 3 петли. 1 петлю перекидываем на вторую и третью. И возвращаем 2 оставшиеся петли. 1 лицевая, накид, 2 лицевая. И 2 изнаночные. Вот таким вот образом, как и мы вязали с вами первый ряд раппорта узора. Дальше у нас получаются снова вот такие дырочки, благодаря накидам мы будем провязывать снова 3 ряда лицевых, как здесь вязали 2, 3 и 4. Далее в каждом вот таком вот пятом ряду после провязывания первого ряда раппорта, затем 3 ряда лицевыми петельками и снова будет пятый ряд. То есть фактически сейчас мы связали первый раппорт, это первый, второй, третий, четвертый ряд, сейчас мы с вами вяжем пятый ряд, далее 6, 7, 8 лицевыми петлями и в девятом ряду снова сделаем вот такие вот накиды первой петли на вторую и третью. Вот так вот. Три петли снимаем, накидываем первую на вторую и третью петлю, далее возвращаем обратно 2 петельки оставшиеся, лицевая накид, вторая лицевая и 2 изнаночные. Вот таким вот образом мы с вами свяжем и девятый ряд. И каждый последующий ряд мы точно так же будем повторять всего лишь вот эти 4 ряда до нужной высоты нам шапочки. И вот такая вот, как вы видите, несложная система делает красивый вот такой вот узорчик. Вы свяжете несколько раппортов высоту и увидите, как это очень красиво получается. Вот эти дырочки пусть вас не смущают, ушки будут красиво закрыты плотной резиночкой 2х2, а далее будут на голове вот такие вот маленькие дырочки в узорчике, которые, я думаю, что никак не повлияют на теплоту шапочки. Вот, дальше продолжаем вязать наши цепочки. После того, как связали 13 полных раппортов, мы находимся сейчас в конце 4 ряда 13 раппорта. И от начала вязания резиночки до этого 13 раппорта узора у меня 23,5 см. И сейчас я начинаю делать убавления для макушки, при этом параллельно вывязывать, продолжать вот этот наш узорчик. Итак, первые 3 петли мы снимаем непровязанные на правую спицу, далее перекидываем первую на вторую и третью петлю, возвращаем обратно 2 петельки на левую спицу. Теперь вяжем первая лицевая, накид и вторая лицевая, как обычно. То есть, как мы делаем всегда первый ряд раппорта. Далее у нас идут 2 изнаночные, они повернуты передними стеночками, а вот мы всегда вязали изнаночные за дальние стеночки. Мы снимаем непровязанные 2 петельки за дальние стеночки и возвращаем их обратно на левую спицу. Вот так вот, повернув дальними стеночками вперед. И теперь ниточка перед работой, 2 петельки вместе вяжем изнаночной 1 петлей. У нас сейчас вместо 5 петель 4 петли. Вот так будем повторять до конца этого ряда. Вяжем сначала, делаем перекид первой петли на вторую и третью, возвращаем обратно 2 оставшиеся петельки, лицевая, накид, вторая лицевая, далее поворачиваем дальними стеночками 2 изнаночные петли и вяжем вместе 1 изнаночной. Снова 3 петли снимаем непровязанные, перекидываем первую на вторую и третью, возвращаем 2 петли, лицевая, накид, лицевая, далее 2 петли вместе провязываем за дальние стеночки, развернув вот так вот 1 изнаночной петлей. Второй ряд макушки вяжем по рисунку, 3 лицевые над тремя лицевыми, 1, 2, 3 и 1 изнаночная. Изнаночные так и продолжаем вязать за дальние стеночки. Снова 3 лицевые, 1, 2, 3, среди них 1 провязанный накид лицевой и изнаночная, то есть все как сформировали в предыдущем ряду. Просто закрепляем первый ряд с убавлениями 1 изнаночной петли в каждом рапорте. Третий ряд также вяжем по рисунку, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. В четвертом ряду макушки вяжем таким образом рапорт. Первая у нас идет лицевая, так и вяжем лицевая над лицевой. Далее у нас идут 2 лицевые, то есть 2 и 3, мы вяжем вместе 1 лицевой. И у нас уже получается вместо 3 лицевых 2 лицевые, 1 изнаночная. Снова 1 лицевая, далее 2 вместе 1 лицевой и 1 изнаночная. Далее лицевая, 2 вместе 1 лицевой и 1 изнаночная. Вот таким вот образом вяжем до конца этого ряда. В пятом ряду нам снова нужно делать перекидывание первой петли теперь уже на одну петлю. То есть у нас сейчас вместо 3 петель уже только осталось 2 лицевые. Поэтому снимаем 2 лицевые петли на правую спицу. Далее перекидываем первую петлю на вторую, то есть так же как мы делали на 2 петли, только сейчас мы делаем такое перекидывание на одну петлю. И возвращаем обратно эту петельку на левую спицу. И вяжем эту петлю лицевой петлей. Далее изнаночная по рисунку над изнаночной. Снова перекидываем 2 петельки на правую спицу. Первую перекидываем на вторую, полностью спускаем первую петлю, как обычно. И вторую возвращаем обратно на левую спицу, провязывая ее лицевой. Снова изнаночная по рисунку. И таким образом у нас получается, что мы уже вместо 3 лицевых имеем всего лишь одну лицевую петлю. Изнаночную довязываем по рисунку. Перекинули 2 петельки, одну на вторую спустили. Далее вернули и провязали лицевой. Изнаночная по рисунку. Я думаю, что у вас труда не составит, поэтому довязываем этот ряд самостоятельно до конца. Чередуя то лицевая петля, то изнаночная. Лицевую перекинули на вторую петлю. Вернули, провязали ее лицевой. И далее изнаночная петля. Шестой ряд вяжем по рисунку. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Лицевую так и продолжаю вязать за ближайшую стеночку. Изнаночную за дальнюю стеночку. Снова лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вот так до конца ряда. В седьмом ряду нам нужно сократить вот эти изнаночные промежуточные петли между лицевыми. Поэтому сейчас первую лицевую снимаем непровязанную на правую спицу и поворачиваем дальней стеночкой вот так вот вперед. То есть поворачиваем лицевую косичку таким образом, чтобы провязать лицевую и изнаночную за дальней стеночкой вместе одной лицевой. Снова поворачиваем вот так вот нашу лицевую петлю дальней стеночкой вперед и провязываем за дальние стеночки вместе с изнаночной одной лицевой. Снова поворачиваем лицевую петельку вместе с изнаночной вяжем лицевой. Поворачиваем лицевую петельку вместе с изнаночной за дальней стеночки вяжем лицевыми петлями. Вот так вот мы сокращаем полностью все изнаночные петельки до самого конца ряда. Восьмой ряд вяжем целый просто лицевыми петельками за ближайшую стеночку. Как бы снова фиксируем наше убавление в предыдущем ряду. В девятом ряду мы сейчас попарно провяжем по две лицевые в одну. Заводим спицу за вторую петлю и первую и вторую вместе вяжем за передней стеночкой одной лицевой. Связали лицевую, далее вторую пару вяжем вместе одной лицевой и третью пару вяжем вместе одной лицевой. И так далее. Попарно мы провяжем до конца этого ряда. В десятом ряду у нас остается всего лишь 12 петелек. Я вам предлагаю 12 петель провязать еще один ряд просто лицевыми петлями. Далее нам осталось эти петельки всего лишь стянуть. Для этого либо берем, провязываем первую петлю лицевой, возвращаем обратно на левую спицу и переодеваем поочередно все петельки. Либо же берем на крючок, спускаем вот эти три петли и продеваем сквозь рабочую ниточку. С одной стороны, с другой уже спицы стороны, с третьей и с четвертой. Я буду делать это спицами, мне удобнее. Провязав лицевую, я переодеваю поочередно на нее все петельки. С первой спицы это две петли. Далее эту рабочую первую провязанную лицевую я переношу на следующую спицу. И поочередно переодеваю на нее вот эти три петельки. Вот так переодела с этой спицы. Далее петлю переодеваю на следующую спицу и с нее переодеваю поочередно три петельки. Спускаю при этом полностью на рабочую лицевую петельку. И у меня осталась последняя спица. Я переодеваю на нее рабочую лицевую петлю и поочередно спускаю три петельки. Все, у меня остается одна всего лишь петля. Теперь я уже переодеваю ее на крючок. Только будьте осторожны, чтобы у вас сейчас не спустилась эта петля. Сначала продеваем сквозь крючок, а затем уже вытаскиваем спицу. И делаем вот так вот, затягиваем хорошо наши петельки. Делаем две воздушные петли. Один затянули, второй раз затянули. И вытаскиваем вот эту ниточку. Теперь можете хвостик отрезать и вытаскиваем этот хвостик на изнаночную сторону. И у нас получилась вот такая красивая макушечка. Вот так вот. Сейчас вы спрячете этот хвостик на изнаночную сторону и у нас получилась вот такая аккуратная макушечка. Причем, когда вы обработаете вязание паром, то здесь все выровняется и будет предельно аккуратно и красиво выглядеть. Отрезаем петлю, вытаскиваем рабочую нить и достаем крючком с внутренней стороны вот эту ниточку. Максимально близко к нити вытаскивайте крючок и все, и затягивайте на внутреннюю сторону. Вот так. Теперь с внутренней стороны смотрим, где наша ниточка, хвостик. Если у вас были присоединения нити, обязательно спрячьте между косичками нашими. И здесь с внутренней стороны я сейчас немножечко зафиксирую вот этот хвостик. Он же у нас никуда не денется, так как он зафиксирован двумя воздушными петельками. Но я его еще спрячу по ходу, скажем так, вот здесь вот по ходу косичек наших. Чтобы его наверняка не было видно. И оставшийся хвостик, который у меня останется при заправке, я просто отрежу. Вот так. Прячу между косичками по ходу того, как ложится лицевая петля с изнаночной стороны. Все. Теперь беру, отрезаю я вот этот хвостик лишний и вытаскиваю на лицевую сторону. Снимаю маркер, он мне больше не нужен. И обрабатываю паром. Обязательно не гладьте, не нужно горячим утюгом здесь ничего гладить, просто отдайте паром. Либо же следует постирать и можете придать форму уже мокрой шапочке. Вот она наша макушечка, здесь ничего нет, такого, скажем, никаких дырочек. Все аккуратненько и красиво. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. Вам понравилось и было понятно, поэтому не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались со мной. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.